Привет, Любаш! Пока никого еще нет, расскажи, как у тебя дела. Так, ребят, сейчас начнем. Минуточку буквально присоединяйся, кто хочет присоединиться. И... Привет, Свет, замасливание вчера закончилось. Хочу на чистые. Замасливание закончилось. Хочу на чистые. Все, уже можно, да. Я потом вам... С инстагройде решили проблему. Вот, поэтому я думаю, что... Ну, может быть, я не знаю. Со следующей недельки мы, наверное, начнем вот этот 90-дневный марафон наш. Как раз нам... Приветик, Темочка. Как раз нам там Тема покажет свои новые упражнения. Вот. И там мы будем, скорее всего... Блин, что такое? И там мы, скорее всего, будем два раза в день списываться. И с самого утра будем как раз рассказывать свои... Что у нас произошло, какие у нас... Чем мы вообще занимаемся? Потому что я живу в маленьком городке. И здесь народу, наверное, очень мало живет вместе со мной. Ну, насколько я знаю. Вот. Если, конечно же, кто-то поблизости живет. Либо, если кто-то хочет присоединиться... Не каждый день, возможно. Там через день, раз в неделю, если кто-то поблизости живет. То давайте как-то организуем, например, утреннее... Утреннюю какую-то физическую активность, например. И поболтушки. Если кто-то рядышком с Гулькевичем. То я, конечно же, с удовольствием это организую. Ну, как организую? Не организую, а просто мы будем. Вот. Может быть, это будут не какие-нибудь там... Не велопрогулки. Потому что если кому-то будет сложно доехать сюда на велосипеде. Просто будет какой-то поход и разговор. Потому что не каждый готов бегать. Потому что у всех свои какие-то вопросы по здоровью. Я бы так, наверное, сказала. Вот. Поэтому... Вот так вот. Ребят, еще пока присоединяются остальные, я бы, наверное, хотела напомнить, что 90-дневный марафон мы устраиваем в закрытом клубе. И этот закрытый клуб, наверное, будет дублироваться и в Телеграме, и в Инстаграме. Скорее всего, так, наверное, сделано. Не знаю, насколько это актуально. И смогу ли я это физически сделать. Насколько это будет просто перелить эфиры или разговаривать и там, и там. Я, наверное, это посмотрю, как это будет. Как это будет. Потому что я понимаю, что чем больше в клубе людей, это не всегда хорошо. То есть, поймите меня, как бы я не за количеством гонюсь. У меня нет такого, что мне нужно там максимальное количество набрать туда, туда и туда. Нет, мне нужно максимальное количество проработать вас. Это будет пять человек, но это будет те пять человек, которые могут сказать, что да, мы с ней общались, мы были со Светланой в одном поле, и она действительно сделала то-то и то-то. Вот это для меня показатель. А то, что там у меня будет миллион подписчиков и будут разные-разные мнения, там кто, где, как, помогло, не помогло, это все ерунда. Ребята, это вообще не про это. Мне нужно с вами быть на других вибрациях. Это другой уровень. Потому что я все больше и больше, наверное, сейчас мы подойдем к этой теме как раз. Я все больше и больше понимаю, что очень много людей, ну, в моем окружении пока. Это, видимо, может быть не проработка меня. которые я вижу, что они клевые, они реально клевые. Они меня зажигают. Они... Они... Они такие достаточно живые. И я понимаю, чем ближе я их подпускаю к себе, чем ближе они становятся ко мне, чем больше они чувствуют свою близость ко мне, тем больше у них наступает расслабление, о чем я говорю с вами всегда. И это расслабление, оно кайфовое. И когда наступает это расслабление, к сожалению, я вижу, что люди, после того, как они рядом со мной расслабились, они начинают от меня ждать. И ждать, что я их поддержу. И ждать, что я останусь с их другом, либо коллегой по работе, ну, может быть, и навсегда, но на длительное время. И когда у них появляется это ожидание, ожидание у них, у каждого, ожидание всегда с их критериями, про которые я как минимум даже не знаю, да? Вот. А как максимум как бы я даже не собиралась под эти критерии подходить. И когда вот эти вот критерии где-то во внутреннем «я» устаканиваются, когда они начинают ждать, когда они начинают чувствовать от меня вот это, они начинают разочаровываться. Но разочаровываться не в своих ожиданиях, а разочаровываться во мне. И наша вся жизнь так протекает. Да, да, Тём. И начинаются обиды. И самый главный, ребят, критерий, что вы, ну не знаю, назовите это как хотите, на низких вибрациях, не на том уровне восприятия, не подошли к уровню осознанности, как хотите называйте. Вот какие у вас есть ваши критерии, вот так вот их и называйте. Если у вас есть обида хоть на что-то, хоть на кого-то, хоть какая-то маленькая крупинка, это ваши. И вот эти вот обиды, как только я вижу в человеке, что он начинает обижаться на меня, на мои действия, на моё восприятие, этот человек автоматически выбрасывается, не я его выбрасываю, автоматически выбрасывается из моего поля. и он начинает ещё больше обижаться на это, на меня. Я сейчас говорю не о себе, а я говорю о том, что если вы чувствуете в себе, что у вас есть ещё на кого обидеться, если вы чувствуете в себе, что у вас есть такое ощущение, что вы не от кого-то хотите получить свой бонус, данный вам просто кем-то, просто потому что вы есть, просто потому что вот у вас есть, получилось так, что у вас вот этот вот бонус сработал, что вы с этим человеком можете проработать себя, что вы с этим человеком, потому что мы с каждым человеком прорабатываем себя, с этим человеком вы можете проработать себя, с этим человеком вы можете проработать свою деятельность, С этим человеком вы можете познать что-то, что до этого человека вы не познавали. Если вы это не возьмёте, а начинаете обижаться, потому что он не поддержал, потому что он не встал на вашу сторону, потому что он ещё что-то... Ну, много, потому что этот список может там, я не знаю, сколько быть. Это всегда ваше «потому что», никогда не его. Если у вас в вашем чемоданчике этого «потому что» достаточно, подумайте, почему. Подумайте, где ваше. И почему вы до сих пор настолько маленький, что у вас есть эта обида, что у вас есть это «потому что». И это очень важно. И как раз я тут ещё хотела сказать. Вот у меня сейчас... Я сейчас стала очень много банить людей. На меня стали люди обижаться, потому что я не хочу с ними разговаривать. Я не хочу им давать консультации. Я вам одну маленькую часть в сторис тогда выкладывала, что я написала человеку, что я не готова с вами общаться даже за деньги. Это не первый человек. И это не единственный человек. Это так бывает. Если я чувствую, что человек не готов взять ответственность за себя, на себя, то я ему ничем помочь не могу. Это не тот уровень. То есть я ему не смогу до него просто достучаться. Зачем? Зачем мне тратить своё время, если я это время могу уделить кому-то другому? Если я это время могу уделить тому человеку, который истинно готов к самопознанию себя? И этих людей становится всё больше. Я понимаю, что это тоже в какой-то степени моя проработка. И на сегодняшний день у меня есть три человека. Я считаю, что это достаточно много. Я не думала, что такое будет вообще. На сегодняшний день есть три человека, которых я не отказала им в ретрите. В ретрите, который будет в Сочи. И я, ребят, ещё раз хочу вам сказать, что я им отказала не потому, что я такая всемогущая, а потому, что я вижу, что они на сегодняшний день не готовы. Не готовы по каким-то причинам. Эти причины могут быть для них сейчас даже невидимы. Но если я им скажу, они пойдут в отрицание. И смысла в этом нет. И вот этот ретрит, который состоится в Сочи, в Лоу, я его сделаю, конечно же, максимально глубоким. Я там не буду никого гладить по головке. Скорее всего, он будет со слезами, с соплями. Максимум без еды и жидкости. Он будет через боль, через глубокие проработки себя. И это будет не то, что вы такой замечательный. Вам всё будет, вот после этого вы такой будете всемогущей. Вот я сейчас открою у вас потенциал. Прежде чем открыть у вас потенциал, я сначала приведу вас к тому, кто вы есть. И это будет больно. Если вы действительно к этому готовы, то, конечно, я вас жду. Если вы к этому не готовы, это ни хорошо, ни плохо. Просто это будет потом. И в этом выражаются вот такие вот маленькие какие-то элементарные вещи. То есть, например, там девушка написала, могу ли я приехать с детьми? Я говорю, ну, конечно, если они мне будут мешать, но там какой-то ещё разговор, да. И после этого она говорит, я решила оставить детей вот туда-то, я их определила, я поеду. С одной стороны, это такой как бы лёгкий разговор, да. Но если вы заглянете вглубь, то есть этот человек настолько готов погрузиться внутрь себя, что самое дорогое, что у него есть, ну, самое дорогое, что у нас есть, это дети, да. Он готов на это время и их оставить на кого-то, чтобы своими проработками не зацепить их. И это настолько глубоко, и это, возможно, даже эта женщина об этом ещё даже не догадывается, если не смотрит этот эфир, да. Возможно, кто-то ещё об этом не догадывается. И вот мы о многих вещах, о которых мы пишем, мы даже не понимаем. И когда меня спрашивают там, а вы мне сделаете такую-то консультацию, я им говорю, нет. И они начинают писать, ну и хорошо, я и не хотел. Больно надо. Вы ещё не доросли до моего уровня, чтобы давать мне консультацию. И всякой ерунды пишут. Но это же они пишут не мне, это же они пишут себе. А я уже прорабатываю, почему ко мне эти люди пришли, что мне нужно с ними проработать, когда они пишут вот это мне. И если у нас есть обида на что-то, у кого-то есть обида на что-то, если она ещё существует, если мы не готовы общаться с каким-то человеком после каких-то событий, подумайте, почему он вас так цепляет, почему вы ещё не готовы с ним общаться. Читал недавно, что обида – это перекладывание ответственности за свою жизнь на другого. Ну да, о чём, конечно, а как без этого-то? Всегда очень просто переложить. Что такое обида? У нас сейчас эфир не про обиды. Давайте пару словах тогда. Что такое обида? Когда я обиделся на кого-то, это говорит всегда о том, что не я такой, а он такой, я же на него обиделся. И вот когда он такой, то это уже типа его ответственность. Но когда я на себя беру ответственность и говорю, что ну как бы это я такой, что мне на него обижаться, это я так сделала, это мои действия привели к этому, это мои осознания привели вот к этой ситуации, то это тогда только полностью наша ответственность. И в моём мире вот кто бы, что бы ни сделал, он никакой роли не играет. Абсолютно, от слова совсем. Потому что в моём мире играю роль только я. Давайте про отношения. Давай, в потоке как идёт. Да, в потоке как идёт. Но в потоке как идёт уже очень много просили про отношения. Давайте всё-таки, потому что, ребят, я могу болтать сколько угодно. И мы с вами 90 дней всё-таки заболтаем друг друга. Про отношения. Меня очень многие спрашивают, что такое отношения. А есть ли у тебя отношения? А почему их нет? А почему они есть? А как ты выбирала? А как ты не выбирала? А как у тебя это? Во-первых, ребят, никогда не ориентируйтесь на кого-то, как кто-то выбирал. Всегда чувствуйте, как у вас это идёт. Отношения, если мы говорим про отношения, это всегда два человека. Но когда мы говорим вот о партнёрских отношениях, то, наверное, тут давайте будем говорить о партнёрских отношениях. Если мы говорим об отношениях мужчины и женщины, то это не партнёрские отношения. Нет. Партнёры – это бывает только в каком-то деле, в каком-то бизнесе, в чём-то ещё. Давайте всё-таки проговорим об отношениях между мужчиной и женщиной как искра. Когда мы говорим об отношениях, когда абсолютно цельная женщина, которая настолько цельная, что ей не нужно брать, ей хочется отдавать. И когда она находит в себе мужчину точно такого же, в котором абсолютно всё есть, ему не хочется брать, ему хочется отдавать. И мы каждый начинаем циркулировать в своём ритме. То есть женщина хочет отдавать добро, ласку, любовь, уют. А мужчина хочет отдавать защищённость, уверенность. То, что за ним можно действительно стоять, как за каменной стеной. Вот это вот называется отношения между мужчиной и женщиной. Это не партнёрские отношения. Партнёрские отношения это настолько вот ерунда. Ну что такое партнёрские отношения? Но о каких партнёрских отношениях мы вообще можем говорить? То есть когда им, когда у них всё хорошо, когда они готовы отдавать друг другу, это замечательно. Когда они готовы заниматься там любовью с друг другом и отдавать в постели друг к другу. каждый, что может отдавать, это замечательно. А потом что? Потом она 9 месяцев ходит. 9 месяцев она терпит своеобразный дискомфорт, который мужчина никогда это не поймёт, просто потому, что этому по физиологии, по природе не дано. Как бы уже партнёрство нарушается. Где тут партнёрство? Он может помочь своей женщине с позиции мужчины, с позиции инь-янь, гармония друг друга, да, но с партнёрских отношениях, что он себе, как вы это видите, с партнёрских отношениях? То есть она делает вот это, а он что должен делать? Вот ей вот тяжело, больно, неприятно, дискомфортно, ещё что-то. Он что должен делать? Ну, может быть, кто-то скажет, но он ей создаст те-то, те-то условия. Это тогда уже не партнёрские отношения. Ребят, это уже отношения между двух половинок, мужчина и женщина, инь-янь, но не партнёрство. Партнёрство, если один берёт на себя одну ответственность, другой на себя другую ответственность. У нас природа не распределилась на партнёрские отношения, у нас природа распределилась на женскую энергию и мужскую энергию. Она абсолютно разная. И она балансирует друг друга, не партнёрство. И после того, как женщина рожает ребёнка, что у нас, возобновляются партнёрские отношения? Вот когда мы всё больше и больше говорим о партнёрских отношениях, тогда, наверное, вот этот вот дисбаланс и происходит, когда мы пытаемся себя уговорить о каком-то партнёрстве. Когда мы пытаемся говорить, что как бы мы все равны. Равны в чём? Я же не говорю, что кто-то ниже, кто-то выше. Я вообще не про это. Но женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. И при чём здесь равны? Здесь вообще не про равенство. Это вообще мягкое и красное – это не про равенство. Это два абсолютно разных субъекта, объекта, которые не про равенство. Но они могут дополнять друг друга. От холода болит поясница права. Сейчас, секундочку. Альфия, давайте вот про это, про равенство проговорим, про мужчину и женщину. А про колено у нас есть эфир, как раз в телеграм-канале абсолютно открытый канал у нас, абсолютно бесплатный, там сохранён эфир. Если вы в сохранённых сообщениях посмотрите, там как раз у нас очень много про колено. И по стороне, и про колени, как это выглядит. Посмотрите. Я правильно понял, что партнёрство это, я так понимаю, делегирование полномочий. Партнёрство это даже не делегирование полномочий, это делегирование полномочий тех, которые ты не можешь выполнить, ты делегируешь на другого. Партнёрство это когда каждый занимается своей ячейкой. Абсолютно каждый занимается твоей ячейкой. Это не говорит о том, что, например, я занимаюсь женщиной своей ячейкой, ты занимаешься мужчиной своей ячейкой. Нет, партнёрство – это когда вы в бизнесе, вы можете быть партнёрами в семье, это может быть такое, но это партнёрство, оно либо нанизано на что-то, партнёрство всегда должно быть нанизано на что-то, это второстепенное качество партнёрства. Первостепенно это должно быть какое-то стержень, какое-то основание, и вот это основание вы уже тогда принимаете самостоятельно, то есть это между инь-янь может быть партнёрство, это неотъемлемая часть. Но только после того, как вы признаёте энергию друг друга, только после этого, после признания самого себя как истинного Я, и истинное Я в моей второй половине, даже не в второй половине, в моём цельном Я, вы же-то цельное, вы же можете отражать только цельное, и в вашем истинном, цельном Я отражаетесь вы, и только после этого у вас идёт партнёрство, отношения, то есть вы делаете с огромным удовольствием то, что вы хотите делать, а ваше второе Я, ваше цельное, истинное Я отражение вас делает то, что уже вас дополняет. И вот это вот дополнение друг друга, оно вас поднимает вверх. Но если вы изначально встречаетесь, так, давай вот здесь вот, здесь вот брачный договор, здесь вот это, как бы я не против брачных договоров, я вообще как бы не в документы сейчас упираюсь, да, я именно говорю о том, что кто, как, когда и где может дополнить друг друга, дополнить. Я вообще про партнёрство не говорю сейчас, потому что партнёрство у нас, как правило, это идёт, что прописные истины, которые расписаны на каком-то холсте. Не про это. Партнёрство нанизано не на цель, на самобытность, на само-Я, не на цель. Цель – это путь, путь с определёнными точками, остановка, каждая остановка. И вот на каждой остановке, если твой автобус готов ехать с этими партнёрами, с этими людьми, с этими ещё кем-то, и кто твой автобус ведёт, кто управляет твоим автобусом, ты в нём пассажир или ты ведёшь этот автобус? Если ты в нём пассажир, то твоя всё равно остановка где-то будет, пусть она будет конечным, ты выйдешь из этого автобуса. И ты должен чётко определить, это ты водитель этого автобуса или ты пассажир этого автобуса. Если ты пассажир этого автобуса, то смирись с тем, что твоя остановка, она будет. Она будет неизбежна. Если ты водитель этого автобуса, то ты прописываешь тот маршрут, до которого тебе нужно доехать и с какими людьми. И ты будешь чётко, очень чётко понимать, как ты хочешь их довезти. Комфортно, по кочкам, по бездорожью, либо с какими-нибудь шутками-прибаутками, где будет всем весело. И которые будут ждать этого автобуса постоянно. Это очень важно. Этот автобус твой, твой маршрут может быть длиной в жизнь. И это прекрасно. А может быть, просто от пункта А до пункта Б. Коротенький. Раз поменял автобус, раз поменял автобус. И постоянно меняешь, меняешь, меняешь. Насколько ты готов завести этот автобус на всю свою жизнь? Насколько ты готов в этом автобусе создать ту атмосферу, чтобы чётко распределить свой маршрут и на какой станции кто должен выйти, а кто должен зайти. Готов ли ты это сделать? Будет ли у тебя в твоём жизненном пути твоя правая рука, твоя правая рука тот кондуктор, который будет чётко отслеживать те ситуации, которые будут помогать тебе доехать? То есть, если этот кондуктор правильно, экологично собрал всю информацию, кто когда выходит, передал тебе, чтобы ты чётко понимал, на какой станции тебе нужно заправиться, тебе нужно эмоционально заправиться, то ты уже дальше едешь с удовольствием, ты едешь с тем условием, что ты чётко понимаешь, когда тебе нужно доехать, когда тебе нужно подзарядиться, и ты расслаблен, ты знаешь, что вот там вот я подзаряжусь, там вот мне будет, там у меня будет определённый эмоциональный подзаряд, вот на этой станции. И это говорит о том, что ты как раз знаешь, куда ты едешь, как ты едешь, с кем ты едешь, насколько тебе комфортно. И есть такие ситуации, когда вам говорят, вот и мне никто не нужен, вот я вот, мне вот вообще хорошо с самим собой. И это тоже кайф, это тоже так бывает. Не обязательно, вот по поводу кондуктора не знаю, это разве от меня зависит? Ну, а от кого он? Конечно, это же твой автобус. Будет в твоём автобусе кондуктор или нет? Его может не быть. Ты же своим автобусом управляешь сам? Ты можешь, у тебя может быть кондуктор, с которым тебе проще доехать до какого-то места. А может ты скажешь, что как бы, ну, ребят, мне как бы, не алло, я сам готов. И ты пробуешь сам. И ты смотришь, насколько тебе комфортно в этом состоянии. Потому что не всегда бывает такое, что тебе обязательно нужен, как бы, мне нужна вторая половина, вот мне крайне нужна вторая половина, и мы начинаем навязывать кому-то ещё, что нужна вторая половина обязательно. Нужны дети, нужна семья, нужен мужчина или женщина, нужна семья, нужна ещё что-то. Но не всегда и не всем на этом этапе, на каком-то, кому-то не нужно на каком-то этапе, а кому-то не нужно вообще. Нет такого правила, что обязательно нужно выйти замуж или жениться. Нет такого правила, что обязательно нужны дети или не нужны дети. Нет такого правила, что обязательно с тобой должен быть кто-то, либо с тобой никто не должен быть. Есть единственное, ради чего вы здесь, это быть счастливым. Если на данном этапе вы счастливы для самого себя, то это самое главное. Единственная, наверное, проблема нас, многих нас, то, что мы не знаем, когда мы бываем счастливы. Когда мы не видим, когда мы счастливы, когда мы не чувствуем, когда мы счастливы. И мы начинаем прикрываться как ширмочкой, что вот с этим вот нам хорошо, без этого нам хорошо, без этой, без этого, не важно. Потому что вот меня никто, вот я могу прийти домой, меня никто не начинает там спрашивать, как у меня дела, как у меня что-то там еще. И мне от этого комфортно. Может, вы просто, у вас не было человека, который бы вас очень деликатно об этом спрашивал? Если идет эфир, то просто хотя бы поставьте плюсик, чтобы я понимала. Я счастлив прямо сейчас. Это круто. Круто осознание своего счастья, круто осознание своей значимости, круто осознание того, что ты есть, просто того, что ты есть. Висит только у меня. Вот, ребята, отпишитесь, пожалуйста, потому что у меня уже два раза было написано, что прерванный эфир. Да, единственное, для чего мы тут быть счастливыми, согласен. Все, есть, отлично. Подвисает после перезагрузки, все норм, отлично. Так, смотрите, вопрос с ютуба. Если ребенку вывихнут атлант в роддоме, и он узнает об этом только в 44 года, это действие другого тоже не играет никакой роли в жизни этого человека. Ребят, давайте я, наверное, так скажу, что вот с атлантом это настолько сейчас коммерческая тема, я другого не могу назвать. Ну, то есть, что такое вывихнут атлант? Мы с вами прекрасно понимаем, что это такое бывает. И меня, наверное, поймут женщины, особенно которые ходили на каблуках. Я одно время ходила на каблуках очень длительное время, и это были не просто каблуки. Были каблуки такие, что на них было вообще сложно куда-то дойти, да? При моем росте у меня каблуки доходили до 17 сантиметров. Представляете, как была стопа? И женщина, которая ходила на таких высоченных, я бы сказала, каблуках, да, она понимает, как нужно ставить ногу, как нужно выходить, как нужно вообще идти, как нужно держать ногу и как вообще ее ставить. Потому что одно неловкое движение, и твоя нога просто вывихнута. И вот, наверное, у многих женщин, которые ходили на высоких каблуках, которые какое-то длительное время, у них у каждого, наверное, было такое неловкое движение, неловкий шаг. И мы все прекрасно понимаем, что это все восстанавливается. Восстанавливается определенными способами, определенными методами. И когда мы говорим об Атланте, это сейчас я не просто так говорю, это действительно такая коммерческая тема, да, и этот Атлант как только не ставится. Эти Атланты есть у нас миллион специалистов, которые выпрямляют и вставляют, выравнивают, я не знаю, какими еще словами там написано, вот этот Атлант. Но самое, что интересно, они готовы этот Атлан ставить каждый месяц, каждый два месяца, каждую неделю, каждую полгода. То есть он каждый раз куда-то у нас уходит? Почему я начала тему с женщинами на каблуках? Потому что женщина прекрасно знает, что если она один раз оступилась, она уже второй раз так на каблуки не встанет. Она либо не встанет на них вообще, от слова, совсем, либо если у нее вот это растяжение, она заживет, она уже четко будет знать, как ей стоять на каблуках. И она может еще много-много лет ходить на этих каблуках и ставить абсолютно четко и правильно ногу. И после этого, ни в каких кроссовках, никогда она не подвернет уже ногу. У нее настолько мышечный каркас стопы закрепляется, что она уже точно знает, как, это уже в программу в ее встроено, как нужно ставить ногу, она ее, ну, я не видела женщины, после того, как она много лет отходила на каблуках, чтобы она в кроссовках подвернула ногу. Правда не видела. Это, наверное, бывают такие индивидуальные случаи, в таких каких-то, не знаю, там, когда она по скалам ходит или еще что-то. Когда вы вставляете атлант, вот, атлант, что нужно сделать, чтобы он через определенное время сошел опять со своей орбиты? Как нужно и на кого смотреть безгранично? И вообще, как нужно крутить головой, шеей, всем телом? Или что нужно сделать, чтобы он опять сошел? Что происходит с людьми, когда атлант по-новой выходит из себя? Если вы его уже один раз поставили, что нужно сделать с человеком, который нашел свою вторую половину, с которой ему комфортно, чтобы он пошел, чтобы он от этого человека ушел? Наверное, то, что он идет дальше, он развивается. Если ваш каркас развивается, то вы идете дальше. И ваш уже, атлант, уже никто не поставит, он у вас развивается по-другому. Если у вас развиваются отношения дальше, то вам тот человек уже не совсем за вами догоняет. Смотрите, как получается. Смотрите, что такое два человека. Когда вы чувствуете, что вы не цельный, что вам нужна вторая половина, чтобы вас дополнить, чтобы вы стали максимально наполненным, и вам нужен другой человек, от которого вы питаетесь. Сколько вы можете питаться от этого человека, без которого вы неполноценны? Недолго. Он от вас отвалится каким-то образом. Вы будете страдать без этой энергии. Вас просто будет колбасить. Некоторые голдами страдают и вспоминают об этом человеке. Но вспоминают на самом деле не об этом человеке. Вспоминают о той энергии, которую он питал от этого человека. И если вам повезет, если вы отпустите свое вот это вот горе, и вы увидите другого такого человека, от которого вы сможете питаться какой-то определенной энергией, вы опять в него вопьетесь и будете питаться до определенного времени, пока он может вам ее дать, чтобы не умереть элементарно. И вы будете питаться, если он отвалится, и опять повторится эта ситуация. И вы опять будете страдать. Не потому, что он плохой, не потому, что он ушел, не потому, что еще что-то. Вы неполноценны. Вы не можете самостоятельно жить за счет самого себя. Вы не автономны за счет себя. Вы начинаете брать энергию за счет другого. Либо, когда вы становитесь самодостаточным, когда вы наполняетесь, и когда вы готовы отдавать, потому что вы настолько цельный, настолько вы изобильный, когда вы готовы отдавать ту энергию, которая есть в вас, которая плещет из вас, вы находите такого же человека, как правило, такого же человека, который готов ее отдавать. Вы находитесь такого же маленького вампирёныша, который готов только от вас сосать. Возможно, на каком-то этапе это будет так. И вы отдаёте, отдаёте, отдаёте ему, и когда он насосался, вашей энергией, вы чувствуете, что это уже вот как бы вот, ну всё, не то пальто. Он у вас отваливается, он может страдать, ещё что-то. А вы начинаете в индивидуальном порядке наполняться. Это очень часто бывает у мужчин, у женщин, когда у них выходит вот эта вот их вторая половина, какое-то время им тяжело, они привыкли, они как, ну это их родное, они вот его наполняли, они его хулили, лелеяли, там варили супчики, носочки тёплые одевали, вот всё вот это вот, весь вот этот вот контент, весь вот этот вот аспект, он просто сформирован, у них им жалко просто отпускать. Но в то же время, когда они перестают чувствовать вот эту вот жалость, они понимают, что они начинают сами по себе наполняться, вновь наполняться, вновь начинают расцветать, жизненная энергия начинает просто в глаза бить. И таких вот присосок тоже у них могут быть, будут, да, грубо. Ребят, у меня написано, что установлен сигнал, не знаю, насколько это будет, сейчас сохраню, потом эфир будем смотреть, насколько это, эфир вообще будет актуальный. И когда два цельных и максимально полных человека идут на энергии, сейчас зависло, да, сейчас должно быть возобновиться, идут на отдачу друг другу, на восполнение друг друга, то тогда они наполняются друг другом. Это может продлиться год, это может продлиться 10 лет, это может продлиться 100 лет. Неважно, сколько это продлится, но они чётко знают, что как только они готовы делиться, отдавать друг другу, они будут вместе. Как только они понимают, что они на сегодняшний день отдали друг другу, они без сожалений расстаются, они расстаются с огромной благодарностью. Это и есть цельность. Это не говорит о том, что я не хочу кого-то, мне не нужен кто-то, я не готов там с кем-то. Это говорит о том, что если ты познал своего цель, если ты уже цельный, и ты встретил своего цельного человека, и ты отдаёшь ему вот эту вот свою целостность, а он отдаёт тебе свою целостность, вау, это фонтан. И он может продлиться определённое время, неважно какое. Но вы, если вы решаете прекратить эти отношения обоюдно, то вы их решаете прекратить с огромным позитивом, с огромной благодарностью друг другу. Потому что вы готовы уже следующий этап продлить каждый из уровня своего восприятия к другому, к иному другому. И вот это вот и есть отношение. Это и есть отношение друг к другу. Раз семь уже заходила, выбивает, виснет. Ален, не знаю, вот интернет такой, я сейчас его сохраню в... сохраню в инстаграме, он сохранится ещё на ютубе, обязательно будет сохранён. Посмотрите, ребят, если здесь будет плохо видно, посмотрите в инстаграме, в ютубе. Там должно быть нормально. Ну, я надеюсь. Потому что сейчас, ну, вот так вот сейчас как-то работают наши соцсети. По-другому я не могу ничего сказать. Это как раз про отношения, как я их вижу. Как я вижу именно цельные отношения. Что такое цельные отношения? А всё остальное, те отношения, которые больны, из которых мы не можем выйти по определённым причинам. Если вы мне напишите эти отношения, какие именно с психологической точки зрения, то мы их, конечно же, разберём в следующем эфире. Мы их разберём, чтобы у вас было понимание, почему это. За благодарность. Да, Тёмочка? Просто смотрите, ребят, вы некоторые вещи стесняетесь писать по каким-либо причинам. И чем больше вы будете стесняться писать, чем больше вы будете стесняться озвучить какие-то причины, тем больше эти причины будут поедать вас. Как только вы их напишите, я же не озвучиваю имена. Я озвучиваю имена абсолютно некоторых, которых уже, наверное, все знают, кто у меня есть в друзьях, в закрытых клубах, да? Если вы не хотите озвучивать, я же их не озвучиваю, но вы поймите, что ваша проблема, она не уникальна, не особенная. Когда мы говорим, вот он-то, конечно, вот если бы он пережил то, что я пережила или пережил, то это уже другой момент. Ну, ребят, не так это. Мы всегда начинаем мерить кого-то по кому-то. Мерьте себя по себе. Все меньше и меньше стесняемся. Круто. Да. Пишите. Чем больше вы будете писать, тем больше я буду выходить в эфир и разбирать эти темы. Я два месяца как похудела и перешла на веганское питание. Муж ест мясо. И вдруг сейчас сообщает мне, что пойдет к тренеру в спортзал, стройнеть и правильно питаться. Уже прогресс. Это круто. Ну, вот видишь, как ты меняешь поле, свое поле в своем мире. Не поле мужа, а свое. Да, рада, что научаешься видеть это в себе. Круто. Вот. Ребят, поэтому пишите. Будем разбирать все вопросы, кто как-то хочет более глубоко разобрать. Жду вас 26 числа, но на онлайн-марафон кто не может приехать по каким-то причинам. Если вы готовы поменять свою жизнь и себя кардинально, просто от слова совсем, если вы этого не боитесь, если вы к этому действительно готовы, если вы понимаете, что эта жизнь, в которой вы сейчас живете, уже не ваша, а вашу вы еще не нашли, то тогда приезжайте в Сочи на ретрит и вы выйдете абсолютно обновленным другим человеком после этого ретрита. Это будет абсолютно точно. По-другому быть не может. Это уже проверено и абсолютно точно это знаю. Но это только после того, как вы готовы. А если вы готовы, то для вас не будет никаких преград. Если для вас создаются какие-то преграды, неважно, какие они, то вы должны понимать, что вы по каким-то причинам не готовы. Если вы себе говорите, что да, я готов поменяться, я хочу, но у меня там начальник не отпускает, нет денег, не с кем оставить детей, мужа, свекровь, еще у кого-то там. Ребята, это вы не готовы. Если вы действительно готовы, то у вас все это сложится. Вы все это сложите. Кроме вас это никто не сложит. Я пару дней назад весь день проревела без особой причины, не могла остановиться. Почему так? Нужно понять, что из вас выходило, о чем вы готовы. Привет, Алиточка. Нет такого, что без особой причины. Нет, без причинного у нас нет ничего. Всегда есть причины. А то, что вы не готовы себе признаться в этой причине, это уже другой момент. Вот и задумайтесь, почему вы до сих пор не готовы себе в чем-то признаться. Энергетически я уже лет пять как поменялась. Были скачки в отношениях, но притягиваются потихоньку, но не так быстро, как хотелось бы мне. Меня только себя. Конечно, другой сам решает. Да. А вы за других вообще не думайте. Турсина, привет, моя девочка. Никогда не думайте за кого-то. Всегда вспоминайте, как только вы думаете, как только вы начинаете думать за кого-то, решать за кого-то, думать, почему он так сделал, что он так сделал. Это всегда увод фокус внимания от себя на кого-то другого. Почему вы не хотите всегда держать фокус внимания на самом себе? Почему вы хотите всегда перекинуть фокус внимания на кого-то? Что вам это даёт? что вам дает проговорить про кого-то обсудить кого-то почему вы цепляетесь за высказывание за чувствование заделание другого но не себя привет привет милая жалко к себе блин жалость это вообще великолепное чувство особенно жалость к себе ребят если хотите мы потом сделаем эфир про жалость к себе это это все думают что у нас жалость к себе фу такое чувство я вообще себя не жалею это великолепное чувство от которого мы до последнего не можем отказаться потому что в жалости к себе там столько у нас бонусов самому себе столько плюшек столько разнообразных бонусов для самого себя что от жалости к себе мы отказываемся в самый последний момент мы даже когда начинаем быть осознанными мы даже когда начинаем пробуждаться пробуждение просветление неважно как это назвать самый последний момент мы отказываемся от жалости к себе самый последний момент потому что когда мы начинаем чувствовать вибрационное поле когда мы видим цветовую гамму не важно чего людей аспектов суббит до эфир пожалуйста к себе давайте ребят сделаем эфир пожалуйста к себе возможно вообще мы этих многих многие эти аспекты мы с вами поговорим во-первых закрытом клубе обязательно и наверное со следующей недели тогда начнем этого не будем оттягивать надолго вроде с инстаграм немножечко под все все под подрешилось вот поэтому сделаем такой 90-дневный забег наверно с ежедневными эфирами либо там ну не знаю там но минимум четыре дня в неделю эфиры сделаем такие чтобы прям постоянно чтобы быть друг друга на значит что друг что друг с другом происходит то есть что такого будет 90 забег у нас в закрытом клубе это когда человек меняет себя неважно это будет он переход на вегетарианство переход на веганство на сыроедение на малоедение на сокопитие на неедение неважно что самое главное что это будет в группе тех людей которые будут друг друга поддерживать которые будут говорить что с ним происходит утром что с ним происходит вечером как они будут преодолевать определенные этапы что с ними идет физически либо психологически я буду это все комментировать и когда вы будете чувствовать ежедневную поддержку то вы уже не будете думать что о том что мы уже вечером проводим эфиром вы уже не будете думать вечером что все пойду я сейчас у любимого сериала «Наемся пирожков и сяду спать». Нет, вечером после того, как будет проведен эфир, вы уже скажете, не-не-не, пирожки откладываются до завтрашнего вечера, а эфир завтра опять вечером, и тогда уже пирожки, наверное, просто отложатся для бездомных животных. Иногда напрягает, что этот кто-то находится рядом, не хочет жить рядом с человеком, который смотрит новости, телевизор, либо самой уходить и не жить в своей комнате, приходится принимать это. Нет, это не про это, это про то, что ты создала этот мир вокруг себя и не готова полностью взять ответственность за этот мир на себя. Ты не готова ещё взять ответственность перед самой себя за то, как ты живёшь. И ты говоришь, вот этот кто-то рядом. Почему ты его поселила рядом с собой? Потому что тебе комфортно жить рядом с этим человеком по каким-то причинам. Ты не готова сейчас от него уйти. Это то же самое, что женщина говорит, вот мне вот всё, всё меня достало, но я не могу от него уйти, вот у меня дети, а куда я уйду, у меня нет ничего. Ребят, если женщина решила, она уйдёт. Она уйдёт не к чему-то, она уйдёт от чего-то. Поверьте, я-то проходила. Так, подождите. Привыкаешь себя жалеть, а важность чего-то уходит, и нет повода жалеть себя. А тебе неохота расстаться с этим, и это оправдывает тебя всегда. И не понимаешь, как теперь без оправдания. Тебе не нужно оправдание, когда ты берёшь ответственность на себя, тебе уже это отваливается. Наверное, нам нужно будет сделать, и это, наверное, будет не разовый эфир, про что такое вообще ответственность. Мы не знаем, что такое ответственность, у нас от этого все, наверное, идут наши беды. Вот, наверное, это первостепенное. Можно любить себя без жалости к себе, не представляю даже, как это. Да, Светуль, наверное, мы сделаем эфир про ответственность перед самим собой. Это будет, наверное, одно из самых актуальных. Мы не понимаем, что такое брать ответственность на себя, поэтому у нас эти вопросы происходят. Вообще была против телевизора, купили без моего согласия. Ну и что? Какая разница, что у тебя есть телевизор или нет телевизора? У меня нет телевизора, потому что у меня дети не могут его сейчас самостоятельно купить. А мне как бы не до телевизора, поэтому у нас вообще в доме нет телевизора. Вот мы два года как сюда переехали, да? Скоро будет два года. У нас два года вообще нет телевизора. Дело не в телевизоре. Дело в восприятии тебя, дело в восприятии окружающих. Они же могут пойти и у друзей залипнуть в телевизоре Это не от телевизора зависит, ребят, поверьте Я поняла, что убегаю в сон от того, чего не хочу Но не могла пока поменять или отказаться Не могла поменять не потому, что пока не могла поменять А пока не понимаю для чего Формируйте правильно свои Как только вы будете правильно формировать свои ответы на свои запросы Вы будете находить в самом себе эти ответы Приветик, спасибо, поняла А потом жалко это время, которое провела во сне Признаешься, что не хочешь прожить по-честному то, что не устраивает Но нет, у нас вообще нет такого, ребят, что нас не устраивает Понимаете? Вот в чем беда-то Нас вообще все устраивает Мы сами себе придумали, что нас что-то не устраивает И начинаем себя просто гнобить за это Но когда мы найдем эти плюшки Нам нужно найти эти плюшки А потом перевести А как я могу эти плюшки получать другим путем? И когда мы начинаем эти плюшки получать другим путем Тогда у нас уже начинает выстраиваться жизнь абсолютно другим путем а пока мы так живем нас абсолютно все устраивает, мы себе врем, что нас что-то не устраивает мы себе врем постоянно, надо от этого уходить да, актуальная тема, разбор тем, пожалуйста ты так доступно объясняешь, спасибо большое ребят, время у нас закончилось у меня осталось 4 секунды, чтобы сохранить эфир я буду сохранять завтра мы в закрытом клубе проведем тему, какую-нибудь предлагайте какую тему, вот и, наверное, будем выходить на 90-дневный марафон ребят, еще раз напомню кто хочет более глубоких проработок, то с 26 числа начнется онлайн-марафон 7-дневный и кто хочет прям кардинально изменить свою жизнь не измените, поменять поменять себя полностью вывернуть себя, не поменять себя прийти к себе, давайте так будем правильно, прийти к себе, потому что многие вещи я, конечно же, не могу рассказать в открытых эфирах не каждый к этому готовы не каждый этого поймут и это нормально мы все пока находимся на равных уровнях самопознания вот, поэтому какие-то такие глубинные вещи я могу рассказать только на марафонах, которые, на ретритах которые мы будем проводить один на один потому что бывают такие всплески когда у людей и предыдущий марафон у нас был который в ЛОО в Сочи был когда у нас была ночь депривации кто там присутствовал все прекрасно видели что там так скажем я полуискусственно создала такую ситуацию когда у нас взорвался этот гнойник который надрывал у всех со временем его жизненного этапа и не все понимали вообще, что происходит и все думали что вообще все развернутся уйдут, хлопнут двери и вообще покинут все это место не дожидая что с ним происходит но собрались настолько сильные люди что готовы были проработать себя я вас уверяю они проработали себя настолько что за эти несколько часов когда и шла эта проработка она была просто король какая экстремальная они познакомились с новым человеком который оказался он сам вот если вы готовы к таким экстремальным проработкам себя то я вас жду пишите вопросы предлагайте темы и будем это все обсуждать я вас благодарю что вы со мной что вы задаете вопросы вы в моей жизни очень значимы это правда всех обнимаю и с 8 марта всех наших чудесных замечательных красивых красивых женщин и так так что вы видите видите что вы вы что вы Продолжение следует...